доброе время здравствуйте с вами вновь коуч эльдар зенуров я нахожусь на горе только что собрал дровишек для того чтобы снять этот ролик и пока горит огонь расскажу вам очень важно на мой взгляд вещь дело в том что то что очевидно для тебя очевидно только для тебя и больше не для кого люди исходят из того что их убеждения правильные это в общем-то действительно правильно потому что если ты живешь думаю что ты ничего не понимаешь в этой жизни ни в чем не разбираешься то как тогда принимать решение как делать тот или иной шаг но проблема начинается когда человек неосознанно совершенно полностью исключает понимание того что он может ошибаться в чем бы то ни было даже не то что он в чем-то может ошибаться это естественно и понятно в том что он полагает что вот уж в этом-то я точно не ошибаюсь как правило собака собака всегда зарывается именно в тех вещах где человек свято уверен что он прав особенно ярко и быстро ты проявляется в те в тех случаях когда речь касается отношений с другими людьми вероятно кто-то испытывал недовольство вами или вы были недовольны поведением словами или мыслями высказанными вслух другого человека и вы думаете о том господи ну вот как можно быть таким дебилом чтобы так вот себя вести или как можно быть таким непорядочным чтобы меня подводить а проблема заключалась изначально в том что вы думали о том что правильно подкидывать дрова в костер левой рукой а он думал что правый например пример конечно дурацкий высосан из пальца на общую идею думаю вы поняли нет для того чтобы это понять потребовалось прожить всю предыдущую жизнь и объездить больше 18 стран бесчетное количество городов деревень я смотрел на то как живут разные люди и замечал разницу в быту в поведении в речи в привычках люди везде плюс-минус одинаковые но то что очевидно для нас здесь например в россии там для в африке уже совершенно дикость и глупость и наоборот и когда речь касается каких-то таких малозаметных различий мышление поведение принятие решений начинаются проблемы вы исходите из того что мужчина например должен всегда открывать дверь женщине перед тем как зайти в помещение а мужчина например так не думает и случае если это ваш мужчина у вас начинаются терки и проблемы потому что вы от него чего-то ждете вы сами уже не помните чего именно такое бывает когда вы требуете от другого человека какого-либо поведения и при этом сами не осознаете какого именно иногда мы твердо знаем что не пришел вовремя значит значит мудак или не пришел вовремя значит мы ему не интересны или ей или в бизнесе не пришел на собеседование кто-нибудь и вы это интерпретируем как хорош или плохой знак а бывает так что мы просто испытываем недовольство поведением другого человека и при этом мы не осознаем а что же именно он гад такой сделал очень жарко у нас такие угли мощные просто надеюсь вы понимаете о чем идет речь и единственный способ здесь избежать этих проблем это во первых договариваться с человеком и обязательно выяснять что он имел ввиду когда обещал быть с вами честным и откровенным например в отношениях между мужчиной и женщиной значит ли это что партнер или партнерша честно и откровенно должны вам говорить о том что вы перестали ему или ей нравится или вы считаете что честным и откровенным надо быть тогда когда кто-то ходит налево или испытывает трудности со здоровьем о которых обязательно должен рассказать другому или финансовые трудности или все что угодно вот эти примеры уже более жизненные но надеюсь идею понимаете самое главное как избежать вот этой ловушки когда вот ты вроде бы все понимаешь и ничего не понимаешь почему тот или иначе это исходить из того что очевидно для тебя очевидно только для тебя и не для кого больше то есть не требовать от другого человека того поведения которое как ты полагаешь он обязательно должен делать то есть тех действий или тех бездействий конечно здесь нужно делать оговорку на дураков их у нас очень много у меня на сайте zinruv.ru есть замечательная статья с моими комментариями который называется чем опасны идиоты и можно ли с ними бороться загуглите посмотрите это шикарная статья но помимо этого есть конечно еще и хорошие люди которые просто тупо исходят в своем поведении в отношении вас из своих убеждений а вы исходите в своем поведении относительно их из своих убеждений наиболее часто это проявляется в отношениях между мужчиной и женщиной в бизнесе это проявляется не столько часто сколько быстро потому что в бизнесе быстрее происходят все процессы ну и в общем то в любых других отношениях с любыми другими людьми мыслите более широко исходите из того что да скорее всего вы правы но также вы можете заблуждаться то есть почаще задавайте себе вопросы откуда я это знаю почему я решил что это правда в отношении других людей не лишним будет себе задать вопрос а почему я решил что другой человек тоже верит то что костры надо ночь разводить обязательно с подветренной стороны не лишним будет иногда спрашивать другого человека что имелось ввиду когда вы что и конкретно имеется ввиду когда вы о чем-либо договариваетесь вне контекста отношений вас другими людьми этот постулат тоже ярко проявляется усомняйте свои убеждения проверяйте свои убеждения вспоминаете откуда источник вашей осведомленности почему вы убеждены в том что например деньги это плохо природа это хорошо или наоборот проверяйте любые ваши убеждения которые двигают вами возможно окончательной объективности вы не добьетесь вряд ли это возможно но вы существенно расширите свое восприятие и горизонты своего мышления просите мне сейчас очень сильно дым в глаза летит и соответственно я немножко задыхаюсь и плохо вижу основную идею я вам сказал очевидно для тебя очевидно только для тебя и не для кого больше поэтому имейте это ввиду в отношениях другими людьми учитывайте это в отношениях с собой и почаще задайте вопросы пути откуда я это знаю почему я решил что это правда ну и третий посещающий вопрос какое-то имеет значение помните то что мы никогда заранее не знаем того чего мы не знаем о том что мы чего-то не знаем я думаю вам расписывать и доказывать не нужно это факт очевидно вряд ли есть кто то кто знает и понимает все когда в том что мы заранее никогда не знаем чего мы заранее не знаем учитывайте это и вы будете гораздо более адекватные гораздо более объективнее ну и в общем-то терпимее к другим людям с вами был коуч Эльдар Зинуров с горы с розовых скал из ночного леса мой сайт зинуров точка ру пишите звоните кидайте на счет мыслите широко и получаете лучшие результаты чем у вас есть сейчас а мне еще дрова собирать ибо ночь темна и полна ужасов